Завершая нашу первую триаду, Михаил Леонидович Хазин, Вам слово. Я тут скажу немножко, как это оптимистично. На самом деле мы живем сегодня в ситуации, которая предоставляет нам, я бы сказал, уникальные совершенно возможности, которые надо срочно хватать и развивать, в связи с чем? Ну вот все мы знаем, что это общество жестко тоталитарное, что любая попытка заниматься вещами, которые не одобрены официальной идеологией, они чрезвычайно сильно преследуются. Другое дело, что они преследуются не так, как это было, скажем, в СССР, но просто людям закрывают любые возможности для карьерного роста. Даже если этот школьник, если он начинает в своих каких-то там рассуждениях и высказываниях противоречить основополагающим высказываниям, то, в общем, можно смело сказать, что хорошего образования он уже получить не сможет никогда. Так вот, вместе с тем на Западе существуют разного рода институты и механизмы, которые назначены для того, чтобы контролировать ситуацию, чтобы не завести ее в тупик. И типичным совершенно примером является механизм снятия вот этих самых запретов в случае какого-то критического развития ситуации. Этот механизм действовал неоднократно на протяжении последних веков. И последний раз он начал действовать два месяца тому назад, когда Фукуяма, известный тем, что 20 лет тому назад он написал книжку «Конец истории», написал статью под названием «Будущая история». Текст этот замечательный, поскольку очень коротко пересказать его можно так. Мы уткнулись в идейный тупик. Современный капитализм умирает у нас на глазах, и по этой причине нам нужна новая идеология. Мы не можем сочинить новую идеологию на старом фундаменте, потому что слишком много запретов. Давайте отдадим себе отчет в том, что эти запреты появились в результате противодействия СССР и вообще красного проекта больше нет. Поэтому мы можем снять все запреты и дать свободу креативу народу, и пускай народ нам сочинит новую капиталистическую идеологию. Он даже там что-то написал смешной по поводу того, что может быть уже где-то в сарае сидит какой-то человек и пишет за ту самую новую идеологию. Но, пишет Фукуема, имеется четыре пункта, от которых мы отказаться не можем, потому что это наше все. Это частная собственность, это свобода, это демократия, это средний класс. Понятно, откуда здесь взялся средний класс, которое вообще не философское понятие, по очень простой причине. Потому что именно средний класс, собственно, и требует наличия частной собственности, свободы и демократии. Потому что бедным оно все это не нужно, им от этого ни жарко, ни холодно. А богатым свобода и демократия не нужна, потому что свою собственность они могут защитить самостоятельно за счет тех ресурсов, которые у них есть. И таким образом средний класс становится очень важным связующим звеном. Таким образом, Запад открыто сказал, что он объявляет конкурс на новую идеологию, но в рамках четырех основных принципов. И вот здесь мы сталкиваемся с чрезвычайно любопытной вещью. Дело в том, что Запад, он же не просто Запад, это колоссальный, это просто какое-то количество людей. Это еще мировоззрение, философия, тщательно проработанная и многократно переписана история и экономика. Причем весь этот пласт, по большому счету, в своей последней редакции создавался в последние сто лет в рамках борьбы с мировой системой социализма, условно говоря. Не будем сейчас влезать в тонкости. Но сначала, конечно, с коммунистической идеологией. И вот вопрос, а то, что это все создавалось в рамках противодействия, это какую-то... сыграло свою роль? Да, конечно. Ну, например, в коммунистической идеологии одним из ключевых элементов является тезис о конце капитализма. Соответственно, в западной модели, в либеральной философии и во всем остальном капитализм принципиально бесконечен. По этой причине вот новая философия капитализма, которую предлагает разрабатывать Фукуяма, если она и будет разработана, то это будет именно обновление капитализма. А вот теперь давайте разбираться. Откуда в коммунистической идеологии взялся тезис о конце капитализма? Мы привыкли, что его придумал Маркс. И, собственно, из всей его теории смены формаций. Но туда возникает другой вопрос. А почему Маркс вообще решил заниматься теорией смены формаций? А дело в том, что Маркс, с точки зрения своей, как ученый, не как идеолог или пропагандист, а именно как ученый, он политэконом. А политэкономия, как наука, появилась в конце XVIII века. Разработал ее там Адам Смит, потом подхватил Рикардо. В некотором смысле Маркс был главным продолжателем их традиций. Так вот, тезис о конце капитализма на самом деле появился у Адама Смита. И не исключено, что, собственно, Маркс и занялся-то концепцией смены формации, потому что он понимал, что капитализм пока нечем. И ему было интересно разобраться, каково будет посткапиталистическое общество. У Адама Смита этот тезис довольно четко выражен. Он прямо пишет, что, собственно, даже не он, тезис о том, что развитие в рамках капитализма – это углубление разделения труда, имеется еще вон на тур философов XVII века. А Адам Смит написал следующий тезис, он говорит о том, что если у нас есть некоторое фиксированное общество, то уровень разделения труда максимальный определяется масштабом этого общества. То есть, чем больше рынок, тем глубже может быть разделение труда. Вот хоть ты умри, если у тебя есть деревня, в которой сто дворов, ты там не сможешь паровозы строить. Ну, никак. С тех пор этот тезис получил массу подтверждений, я уж не буду сейчас влезать в детали, но из него следует довольно простое следствие. Для того, что с какого-то момента, с какого-то уровня разделения труда дальнейшее разделение может быть только путем расширения рынков. Последнее расширение рынков было в 90-е годы, когда западная система разделения труда захватывала рынки, которые до того контролировала Восточная, то есть СССР и мировая система социализма. И вот после этого мир зашел в ситуацию, которую, собственно, Адам Смит описывал как абстрактную, и даже Маркс, но которая сегодня стала вполне конкретной. Расширение рынков больше невозможно. Отсюда следует, что углубление разделения труда в рамках существующей модели больше невозможно. Нет, конечно, в каждой отдельной отрасли там еще чего-то можно попытаться, но в общем и целом, для экономики в целом, не получится. А если еще учесть, что Соединенные Штаты Америки с начала 80-х форсировали уровень разделения труда за счет кредитного стимулирования спроса, то на самом деле нас в ближайшие 5, 8, 10 лет ждет существенное падение совокупного спроса и тем самым падение уровня разделения труда. Отсюда следует вывод, что современный капитализм закончился. Мы можем попытаться упасть назад где-нибудь там в 30-е годы 20-го века, ну как минимум, потому что средний доход домохозяйства в Соединенных Штатах Америки сегодня соответствует уровню 62-го, 63-го года, а зарплата находится на уровне 58-го, 59-го, а после падения это будет уровень 30-х годов. То есть упасть назад мы можем, мы можем пытаться повторить весь наш путь 20-го века заново. Но дальше в рамках капиталистической идеологии мы развиваться не можем. Отсюда вывод, что программа Факуямы, которую он изложил как указание западной элиты, вот тут как бы простор для конспирологов, который скажет, ага, мировое правительство приняло решение. Я не верю в мировое правительство, в силу того, что немножко понимаю, как устроена система управления. Но я могу сказать, что элиты приняли решение, что от очень многих запретов, которые обеспечивали их собственную устойчивость и безопасность, нужно отказываться. Они уже приняли решение, что они будут резко сокращать численность элиты настоящей. Это тоже следует из многих факторов, наиболее известных из которых является письмо некого сотрудника Голдман Сакс, который был опубликован в Нью-Йорк Таймс. Но это как раз уже все бантики. Главный вывод следующий. В рамках сегодняшнего философского языка, который создал западный мир, найти выход из того положения, в которое они вошли, невозможно. Потому что в этом языке бесконечность капитализма имманентным образом встроена, вытащить ее невозможно. А нынешний кризис – это кризис конца капитализма. У него больше нет ресурса развития. Точка. Все. С точки зрения человечества – это не самая большая проблема. Только в Европе, только за последние 2000 лет было, по крайней мере, две смены базовых моделей развития экономического. Это IV-VI века, когда поздняя античная модель сменилась на феодальную. И это XVI-XVII век, когда феодальная сменилась на капиталистическую. Ничего не мешает произойти еще одной смене. Ну, я уж не говорю там про более ранние моменты. Типа там неолитическая революция. Ну и так далее и тому подобное. То есть, на самом деле, мы сегодня оказались в ситуации, когда та сила, которая была лидером мирового развития, ну, до конца 80-х, одна из двух, с конца 80-х единственная, не просто зашла в тупик, но она еще зашла в тупик, из которой она самостоятельно выходы найти не может, потому что языка нет. И поэтому, мне кажется, что ключевым моментом сегодня является поиск вот этого самого нового механизма развития и нового языка, на котором это самое развитие можно описать. И тот, кто это сделает, тот и станет чемпионом. Таким цивилизационным. Ну, на ближайшие как минимум лет 200-300. Вот я, собственно, призываю все прогрессивное человечество. Ну, и, конечно же, абсолютно очевидно, что сделать это можно только за пределами западного мира. Я вообще сейчас, с другого места, кроме как у нас в стране, я придумать не могу. Ну, и в заключение я могу сказать, что на самом деле вот это вот то, что мы можем, а они не могут, и это никак не связано с интеллектом, и исключительно связано с историей. Оно уже проявилось, потому что теорию кризиса экономического мы-то написали 10 лет тому назад, а они до сих пор не в состоянии эту теорию даже вербализовать в рамках своих терминов. Это не получается, это невозможно. Вот так, собственно, все. Спасибо. Спасибо, Михаил Владимирович. Знаете, я заметил, как изменяется наше настроение, как только вдруг мы в ходе дискуссии обнаружим, что где-то никто, кроме нас. Я не вижу нового мира. Я не вижу никакого, никакого как-то большого количества разных кусочков. Наоборот, система абсолютно цельная. Она связана единым языком, единой системой понятий. А то, что при этом уровне разделения труда, в том числе, и как бы интеллектуального очень сильно, ну так это, еще раз повторю, это, собственно, главный был вектор развития. И, кстати, это очень хорошо видно на примере взаимоотношений Запада и нашей страны. Если мы почитаем работы тех экономистов, которые, как бы, наших, которые живут на Западе, это мы чуть ли не видим, они, как бы, очень узко специализируются, приезжая сюда, начинают рассказывать о вещах, которые нам кажутся бессмысленными, потому что они слишком... Для нас они слишком узкие, для них нет места в нашей системе разделения труда. Вот. При этом эти люди, ну, как бы, они абсолютно не видят вот за пределами своей очень узкой сферы ничего. Собственно, я думаю, что это одна из главных проблем идейных, потому что они все время пытаются все вогнать в очень узкие рамки, а такого надсистемного взгляда у них нет и быть не может в этой ситуации. Но что касается, можно ли теоретически найти такой взгляд? Я повторю еще раз. А Фукуяма... Я не зря рассказывал так долго про Фукуяму, все то же самое можно было рассказывать и без него, потому что проблема носит объективный характер. Просто Фукуяма, во-первых, дал отмашку, то есть он фактически выступил в Глашате. Ну, вот, открылись ворота Спасской башни, вышел оттуда человек, зашел на лобное место и засчитал царский указ, что отныне всем холопам полагается по два часа в день думать о том, как нам выйти из лотопика. И кто, значит, первый придумает тому, ну, я не знаю, что там. Чарку водки. А вот, соответственно... А? Ну, или полцарства, да, не принципиально. Зачем ему полцарство холопа? Он не знает, что с ним делать. Вот, чарка водки, это понятно. Так вот, проблема-то в другом. Почему? Вторая причина. Фукуяма все время пишет о среднем классе. И пишет о среднем классе он не зря, потому что любой... любая мысль такого масштаба, она требует... Она сейчас смыслена только в том случае, если она реализуема. Для того, чтобы она... Причем не просто реализуема с точки зрения сверху, а реализуема, желательно, чтобы она самореализовывалась. Вот это вот тот самый смысл, который мы вкладывали в термин глобальный проект, когда мы, собственно, соответствующую теорию сочиняли с Сережей Гавриленко лет восемь тому назад. Смысл следующий, что глобальный проект это мысль такого масштаба, что она структурирует как бы человечество и начинается ее самовоспроизводство. Вот вся проблема состоит в том, что для этого нужен какой-то критический объем людей, которые в этом заинтересованы. Этот критический объем в Куяма его называют прямой, это средний класс. По разным причинам. Но именно этот средний класс исчезает в результате экономического кризиса. Полностью исчезает. Совсем. И по этой причине любая конструкция сегодня, которая построена на базовой, на идеологической базе вот этого вот западного мира, капиталистического, она сегодня не выживает. То есть может быть, теоретически можно придумать какую-то схему, но именно что теоретически реализовать ее невозможно. Вот я ситуацию вижу так. Михаил, вопрос такой. Сегодня огромное количество денег вращается в интернете. Купля, продажа и так далее. С вашей точки зрения, можно ли рассматривать интернет как некий рынок или же, скажем, это просто некая проекция реального рынка в виртуальную пространство? Ну, на самом деле, слово рынок, оно имеет очень много смыслов, поэтому нужно аккуратно формулировать. Правильная установка вопроса следующая. Значит, есть спрос, причем спрос есть промежуточный, а есть конечный. Промежуточный спрос, когда некто или нечто покупает что-то для дальнейшей перепродажи. Конечный спрос, когда покупается для окончательного использования. перепродажа не предполагается. Конечный спрос бывает двух видов. Либо это спрос домохозяйств, либо это спрос государства. Так вот, на самом деле, для того, чтобы было углубление разделения труда, нужно расширение конечного спроса. Появление интернета уменьшает некоторые традиционные рынки, поскольку там меньше сдержки. И по этой причине создается ощущение, что это новый рынок. На самом деле, с точки зрения конечного спроса, никакого увеличения рынков это не дает. У меня вопрос вот какой. Значит, простой вопрос. Я, так уж жизнь сложилась, что я по образованию математик, специалист по теории динамических систем, и статистической физики. И большая часть тех людей, которые вот сегодня считаются классиками, там, теориста хороцичности, и всего остального, они к нам, там, на семинар приезжали в 80-е годы, там рассказывали байки, всякие там, Фиген Баума и прочие разные персонажи. Так вот, как человек, который не только видел, как, значит, а насколько сложно все устроено в этих самых странных аттракторах, но и как бы понимающий, как устроена статистическая физика, я могу сказать, что на самом деле залезание вглубь, оно, конечно же, выдает потрясающе красивые картинки, там, одно множество Мольтенброда, чего стоит, но, хотя, с точки зрения математики, множество Мольтенброда описывается одной единственной формулой, причем совершенно такой банальной. Вот, но, как только ты начинаешь смотреть на глобальные закономерности, системные, то у вас выясняется, что от них вообще ничего не зависит. То есть, вот принципиальные показатели, такие, как там давление, температура и так далее, они от всего этого, ну, ты можешь, конечно, влезть внутрь и пытаться управлять, но как-то это очень слабо получается. И у меня, на самом деле, такое ощущение, что общие тенденции, Соединенные Штаты Америки выиграли войну в заливе вовсе не потому, что они там применили какие-то передовые методы. напротив, у них ресурс на разработку этих передовых методов был потому, что они задолго до того выиграли экономическую войну. И в этом смысле у меня так совершенно твердое ощущение, что большая часть этих революций, они на самом деле лежат где-то сильно в глубине и на глобальной тенденции практически не сказываются. вот как бы у вас нет ощущения, что может быть не стоит придавать слишком большого значения все это? Спасибо. Ну, я опять должен повторить свою празу хорошим вопросом, потому что, да, действительно, вот мне два момента здесь, здесь не один, а даже два момента, которые, что называется, по-русски зацепили, это введение математического аппарата, в чем широком смысле этого слова, и второе, это конкретная ситуация, которая связана со возможностью проведения крупномасштабной операции, которая все равно приведет к позитивному результату. Даже не знаю, с чего начать, наверное, начну со второго, хотя это будет обратная хронология, но там более конкретный кейс. Дело в том, что американцы, конечно, бы выиграли войну, как они и вторую выиграли, где применили совершенно другую методику, как они выигрывают другие операции, как самый, наверное, интересный кейс, это с арабской весной, то, что происходит сейчас, ну и не только, но дело в том, что здесь проблема, в том числе и экономическая, соотношение вложений, потерь, преимуществ, выигрышей на фоне достаточно серьезных рисков. Потому что дело не в том, что они выиграли первую иракскую войну, а дело в том, с каким они ее результатом выиграли, какие они при этом понесли потери и какие были сделаны вложения этой могущественной, даже словно... Вы хотите, я скажу, я просто приведу пример. Меня тут спросили, почему Соединенные Штаты Америки не начинают войну в Сирии, причем даже не своими руками, ну там, запустить Турцию, Саудовскую Аравию, что их останавливает? Я так подумавши минуты три пришел к выводу, что останавливает их одна единственная вещь, что состояние мировой финансовой системы сегодня такое, что увеличение риска, который неминуемо произойдет в случае начала войны, может все обрушить. При этом сегодня никто не может точно посчитать, насколько эти риски вырастут и как это все обрушится. И это вообще не имеет никакого отношения к войне. Война в данном случае как это война это продолжение экономики другими способами, перефразируя. То есть ну да, но вот поскольку я как это называется, во-первых, материалист, а во-вторых, человек все-таки учивший политэкономию, я считаю, что если у вас нет экономической базы, то у вас все равно ничего не получится, какую бы вы не придумывали идеологию. А если у вас есть экономическая база, то у вас скорее всего все равно получится, какой бы вы не придумывали идеологию. Михаил Юрьевич, с вами соглашусь во многом именно из-за того, что вы произнесли генеральный тезис, что нам нет смысла отделять военное искусство от экономики и от других форм человеческой практики, потому что, собственно, мне кажется, основная позиция, в том числе и разделяющая позиция, она именно заключалась в моей попытке генерализировать этот тезис. в том числе и действительно сирийская операция, которая отдельная серьезная тема и которая есть составная часть гораздо более масштабной операции, которая в себе несет для тех же Соединенных Штатов и других стран, в том числе для стран Ближнего Востока, как выигрыши, так и проигрыши, поскольку это очень... там же достаточно нестабильный... когда страна, населенная суннитами, а ловитское большинство, страна, которая стабилизирует ситуацию для Израиля, которая будет дестабилизирована, когда Хезбалла получит гораздо большую свободу действия, для Соединенных Штатов, у которых в отношении суннитских стран был заложен один сценарий и так далее, и так далее. Проблема Ирана с другой стороны подпирает, которая уже через ловитов переходит на действительно сирийскую ситуацию. Здесь я бы выделил, что это действительно комплексная ситуация, где применяются новые управленческие методики, где, конечно, существует сама система приоритетов, что в первую, что во вторую очередь, и здесь я все-таки сделаю переход к первой части вашего вопроса, потому что здесь как раз связь именно с финансовой ситуацией. Я немножко по-другому вижу современную финансовую ситуацию, чем то, что я услышал, в том числе и в части предыдущего ответа по поводу интернета, потому что интернет это составная часть IT-технологий современных, причем мы зачастую неправильно толкуем интернет, мы считаем, что интернет это такая сетевая структура общения, самого разного общения между людьми, в то время как человеческое общение в интернете сложно оценить в процентах, ну скажем так, условно, человеческое общение в интернете составляет условно говоря треть, а две трети это общение между ботами на сегодняшний день, причем очень прагматичное общение, в том числе это система экономических операций, коль скоро мы так подчеркиваем все время экономику, они торгуют между собой, они торгуют информацией, мы привыкли, что эквивалент при торговых сделках это финансовые инструменты, это не только финансовые инструменты, можно продавать информацию за информацию, чем занимаются постоянно спецслужбы и так далее, и так далее, существует гораздо большее обиде, даже в сфере финансовых инструментов мы знаем, что сейчас это очень серьезная проблема, у нас обилие финансового инструментария, которое не ограничивается знаками, которое включает в себя не только такие старые ликвидности, как драгметаллы, но включает такие, скажем, материи, как торговля нефтью, мы знаем, что нефть это уже далеко не только энергоноситель, а это финансовый инструмент и так далее, более интересная есть тема, это тема действительно, где существует очень мощное исследовательское направление, оно связано вот именно с проблемой, то, что я услышал, это интернет не дает возможности нам увеличить количество потребителей и количество товаров, он просто такой новый инструмент распределения, в то время, как все-таки я придерживаюсь другой точки зрения, я считаю, что сейчас резко расширяется количество и производимых товаров, и потреблений, в том числе за счет того, что мы условно называем интернетом, будем пользоваться этим определением, потому что более серьезные определения уведут нас в сторону, а что здесь, почему математика все-таки, математика, это гуманитарная дисциплина, часто это как-то с удивлением воспринимается, точно так же, как когда говоришь, что экономика это гуманитарная дисциплина, но это так, это гуманитарная, это не естественно научная, это вообще не науки, это дисциплины, это человеческое знание, это составная часть практики, математика это специфический язык, а коль скоро это язык, то могут существовать различные языки, они действительно существуют, и в частности, здесь я бы упомянул проблему, связанную с бесконечностями, Кантера, иными словами, потому что существует два различных взгляда, один взгляд, взгляд Кантера, это то, что операции с бесконечностями, это легальные операции, собственно, он разработал эту систему операций, актуальной, бесконечности, потенциальная, бесконечность, сложение, вычитание, умножение, и существует другой взгляд, другой язык у математиков, то есть разные математики, но представитель, я бы яркого представителя назвал Владимира Арнольда, недавно скончавшегося, ну, уже год, наверное, с небольшим, который говорил, что это, извините, к математике никакого отношения не имеет, бесконечность, что бы вы с ней ни делали, это одна и та же бесконечность, это просто бесконечность, а вот эти вот операции, это, как сейчас принято говорить, бла-бла-бла, так вот, два этих принципиально различных взгляда имеют практическое следствие, точно так же, как иракская война, от новой методологии познания и действия. Какое практическое действие? Как строить финансовую систему? Потому что финансовая система может быть выстроена на канторовской математике, а может быть выстроена на другой математике, и это будут совершенно разные экономические системы. В первую очередь, финансовая система, потому что в первом случае мы получаем неограниченный центральный банк, центральный банк представлен просто числовым рядом, Мы получаем его балансирование страховой системой, причем на уровне потребителя. Вам не важно, кто подает вам ценную бумагу, кредитор или страховщик, потому что и там, и там работающая центральная бумага. Ну вот мне листочек с буквой «Т» двигает. Короче говоря, это очень интересная проблема по поводу преодоления в том числе и экономических барьеров при введении новых, не опознанных до недавнего времени, но опознаваемых в процессе практики пространств. — Ну, в общем, вы меня не убедили ни в части математики, ни в части экономики. То есть вот в части математики, в части экономики я считаю, что все, что было сказано, просто не соответствует действительности. Вот мое видение. Это не критика, это просто констатация других поэтов. — Так, теперь вопрос, соответственно, товарищу Табачуку. У меня вот тебе вопрос такой. Одним из, значит, вообще говоря, законы, верные для всей системы в целом, могут быть неверны для подсистемы. — Но в технике последние лет сто мы точно знаем, что чем более сложные изделия, тем в большем количестве его нужно выпускать для того, чтобы его производство окупилось. — Так вот вопрос. Можно ли в рамках, не будет ли так, хотя бы теоретически возможно ли сегодня за счет каких-то использования, может быть, недавно полученных технологических возможностей, или за счет изменения в модели технологической, которая, в общем, у нас все-таки непрерывная за последние 300 лет, сделать так, чтобы на смену вот современным технологическим изделиям пришло что-то новое, для которых этот закон или не выполняется, ну или хотя бы не выполняется частично, то есть для которых предел рентабельности будет сильно ниже по масштабу? — С русского на русский попытаюсь перевести. То есть речь идет о чем? Есть ли возможность, организационная или технологическая, сделать таким образом, чтобы рентабельность определялась не количеством выпускаемых изделий? — Значит, вот сегодня для того, чтобы производство микросхем некого объема, некоторые там мелкоты, а было рентабельно, их нужно выпустить 200 миллионов штук. Или 500 миллионов. Но при этом, на самом деле, для подавляющего большинства реальных примеров использования, не нужно и 2% от той мощности, которая в них заложена. — Вот вопрос, можно ли так изменить техническую модель, чтобы нам хватило вместо 500 миллионов сложных микросхем, скажем, 100 миллионов значительно более простых? — Тогда у нас появятся ресурсы на то, чтобы сделать десяток микросхем действительно сложных, но больше нам их и не нужно. — Вопрос всегда в цене вопросов. Если мы будем делать много простых микросхем, мы вынуждены будем их агрегировать, то есть соединять. И опять же будем тратить время и деньги, а главное — мы потеряем еще одно важное — объем. Объем и потребление. Тут проблема в другом. Мне кажется, что, в принципе, в чем-то межправа абсолютно, что современные разработки требуют все больше и больше денег. И окупаемость возникает достаточно нескоро. И мне кажется, что тут вопрос в организации потребления. Мне кажется, что должны быть какие-то локомотивы потребления. — Ну хорошо. То есть твой ответ — нет, не получится. На самом деле, большая часть денег, которая сегодня идет на разработку нового — это деньги, которые идут на поддержание инфраструктуры, которая в подавляющем большинстве случаев может оказаться, что и не нужна. В данном случае, кажется, надо искать именно в организационных решениях, в частности, производства. То есть создание гибких производств, которые могут быть адаптивными. Я хочу подчеркнуть не универсальными, а адаптивными. То есть речь идет о том, что если требуется перестройка, не надо затрат ресурсных больших на то, чтобы что-то переделать. Любая универсальная вещь сама по себе затратная и дорогая в поддержании. Таким образом, надо выпустить пять паровозов. Перестроили завод, который выпускает пароходы, выпустили пять паровозов и так далее. — Коллеги, видите, второй открылся закон нашей дискуссии. Когда есть трое, получается всегда сюжет. И с тем, чтобы закольцевать момент, прошу три вопроса. Любому из докладчиков. Ну, по одному вопросу примерно. Так, пожалуйста, представляйтесь. Только чуть громче говорите, у нас есть логистическая тема. — Олег Пикюк, генеральный директор компании «Интегратором электрического комплекса». — Кому вопрос? — Вопрос для всех троих отвечать по желанию. — Одному? Хорошо. — Да. — Неопределенно сразу больше. — Стремясь достичь чего-то выдающегося, нельзя повторять то, что делают все остальные и действовать так же, как действуют остальные. Я говорю о России сейчас. Опять же, мы живем в конкурентном мире, где мы уже сейчас, к сожалению, по многим отраслям, по большинству отраслей, не являемся лидером. — Работая в конкурентном мире, нам, опять же, нельзя повторять то, что делают остальные. Нам нужно идти своим непроторенным путем. Чтобы идти этим путем, нужна идея, нужно на чем-то сконцентрироваться, потому что и в ресурсах мы тоже ограничены. На ваш взгляд, на чем мы можем сконцентрироваться, для того, чтобы хотя бы на каком-то узком участке стать первыми, для того, чтобы это могло в перспективе стать локомотивом остальных преобразований? — Спасибо. — Да кто берет? — Да все. — Кто про что, вшивый, про баню. Я про экономику. Я обращаю внимание, мы придумали теорию кризиса 10 лет назад, мир до нее еще не дошел. Мы в этом месте не просто мировые лидеры, мы с большим отрывом мировые лидеры. Так что я вообще не считаю, что мы сильно отставим. Разумеется, я сейчас Игорь, думаю, скажет по поводу техники, но я считаю, что науки, причем науки монетарные, которые не требуют приборов дорогих, это то место, где мы уже впереди планеты всей. — Я могу сказать, на самом деле проблема не в идее. Идеи, вагон и тележка, смею вас зови. Вопрос в продвижении, присомнений. Приходишь к человеку, у которого есть идеи, приходишь к человеку, у которого есть деньги, пытаясь их свести. Первый вопрос, который задает человеку, у которого есть деньги, знаете, какой гарантия? Проблема сегодня в другом. Сегодня, к сожалению, все очень замечательно, за последние десятилетия-два научились мыслить проекты. Вот есть ресурс, есть срок, вот задачи, достигли цели, вернули деньги, и все легко считается. И сегодня совершенно разучились мысли системно. Грубо говоря, не вспахав поле, мы не будем там сеять ни картошку, ни пшеницу. И когда ты приходишь и говоришь человеку, надо вспахать поле, а что сеять будем? А что там завтра покажет, важным сеять, то и будем. Ну так давай дождемся завтра, а завтра уже пахать поздно, зима. Понимаете, в чем проблема? То есть, грубо говоря, сегодня фундаментальные вещи, которые касаются системных вопросов, никто не хочет решать и вкладывать туда средства. А, соответственно, проекты выращивать нечего, не на чем. Идей более чем достаточно. Более того, я могу вам сказать, что современные вот те идеи, которые реализуются, это идеи конца 70-х, 80-х годов, включая все наши нано и банану. Вы знаете, откуда нано взялось? Это же наши придумали. И уехали дружно в Силиконовую долину, потому что здесь не нашли себе применение во главе с директорами института. Если вы посмотрите все фундаментальные работы по началу нанотехнологии, вы увидите там русские фамилии. Так что дело не в идее. Нано, банану, это хорошо. Так, вопрос еще, пожалуйста. Продолжение следует...